Сегодня замечательный день, потому что сегодня единственный день в вашей жизни, потому что это сегодня, и сегодня мы с вами будем делать его замечательным тем, что будем учить английский язык. Но мы с вами сейчас даже не столько будем его учить, сколько мы поговорим о технике, потому что сначала нужно понимать, что ты делаешь, а потом дерзать и с полными парусами ветра идти вперёд. Но иногда ты наполняешь паруса свои ветром, идёшь-идёшь, и всё никак не приходишь, и тебе кажется, что ты никак-никак не доходишь. И это ошибка, которую... Это не столько даже ошибка, это такое качество, такое свойство, такая вещь, которая случается со всеми людьми, которые изучают язык. Потому что, как я люблю показывать свою египетскую пирамидку, изучение языка происходит маленькими шагами. И ты обычно не замечаешь, как происходит это, да, то есть ты вроде учишь-учишь, учишь-учишь, делаешь какие-то... Постоянно учишься новому, смотришь какие-то видео, читаешь какие-то книги, и всё... И кажется, что не продвинулся, да. Но на самом деле, если вы сравните себя с собой, со знаниями своего языка полгода назад, то вы увидите прогресс, видите, вот через полгода вы можете увидеть. А вот так вот, когда вы идёте маленькая ступенька за маленькой ступенькой, то она незаметна, вы не видите ещё вершины, пока вы восходите, да. Но в один прекрасный день наступает момент, когда вы уже чувствуете себя достаточно свободными, и это не случилось за один день. И сейчас я хочу с вами ещё поделиться одной техникой, да, у нас есть в предыдущих видео разная информация о том, какие есть способы изучения языка, чтобы облегчить себе этот путь, потому что вы знаете, что если вы учили язык, вы знаете, что это непросто. Фундамент создать просто, да, вот сама основа, там узнать основные слова, основную грамматику, да. Но потом уже, чтобы выйти на продвинутый, нужно вот работать над такими нюансами. И одна из техник, которые очень хорошо помогают выйти просто на супер продвинутый, потому что мы с вами говорили о игре попугай, мы с вами говорили о том, как запоминать слова быстро, да. Ну, я с вами поделилась своей техникой, да, которая очень классно работает. Вот даже я показывала на испанский язык, да, как у меня получилось вот большой словарный запас, создать такого для испанского языка, я просто вижу колоссальные результаты практически от ничего не делания. Поэтому я обожаю такие техники, и на самом деле я стараюсь своим студентам давать их. И еще одна немаловажная практика, которую вы можете использовать, даже не то, что можете, вы должны использовать, если вы хотите выйти на продвинутый уровень. Вы это можете увидеть даже в своем родном языке, когда мы учили русский. Как мы учились говорить красиво? Мы читали книги, мы все читали классику, мы все читали и читаем какие-то книги, да, которые повышают наш уровень. Сразу видно начитанного человека. Разве не так? Почем видно? Не потому, какие они, какие вот речи, да, говорит человек, а то, как он говорит. Поэтому чтение повышает уровень моментально. Он повышает уровень на более продвинутый. Поэтому очень важно читать, и читать много. Если вы хотите быть продвинутыми, если вы хотите быть на вершине языка, нужно читать. Без этого, ну, никак не получится. Вы можете много читать теории, вы можете делать упражнения, вы можете практиковать самостоятельно, можете, ну, я имею в виду, разговаривать с собой, да, разговаривать с другими, с носителями, с учителем. Но если вы не читаете, то все равно вы, ну, очень тяжело туда дойдете, и даже на вот продвинутый-продвинутый вы просто не дойдете, потому что в любом языке, будь это родной или иностранный, который выучит, нам приходится читать, и приходится читать не совсем мало, но и не так много. Вы знаете, вот по себе, да, чтобы повысить ваш русский, да, вы что делаете? Вы почитаете книгу, и вы чувствуете, как сразу повышается ваш уровень. Даже вам не надо всю книгу читать, вы просто начинаете читать, и уже сразу повышается ваш уровень. Разве не так? Isn't that right? Yes, that's right! I know you know what I'm talking about. Я знаю, что вы знаете, о чем я говорю, потому что это работает для всех языков, и поэтому не игнорируйте этот факт. Видите, изучение языка должно быть в комплексе. Не нужно игнорировать грамматику, не нужно игнорировать какие-то упражнения, и не нужно игнорировать чтение книги. Поэтому я вам желаю читать побольше, вдохновение. Ищите книги, которые вы любите. Не обязательно читать книгу и все слова смотреть в словарике. Вы можете вот как начало книги вот так вот пройти, подчеркивая, может быть, слова, выписывая вот по той технике, которую я вам давала, когда вы на листочке вот выписываете слова, да, можете видео посмотреть о том, как можно запомнить слова быстро, чтобы это просто не занимало много усилий, да, много времени, это достаточно быстро. И вы буквально прорабатываете начало книги. Начало книги, поверьте, только начало. Потом вы уже, вам не обязательно вот всю книгу, да, прорабатываете. Но это уже как хотите. Я обычно так не делаю, потому что у меня на это терпения нет. Хотя вот я и, наверное, не случайно взяла Палу Калли Локемиста. У меня есть целый словарь на эту книгу. На итальянском языке это для вот моих студентов. Я вот целую такую книгу, там, 127 уроков, представляете, там словари и грамматические комментарии разные вот на всю вот эту книгу, представляете. Yes, I know, I'm crazy, I can hear you. Но вот так вот, вот такой вот я человек, да, много пишу, и вот на вот эту книгу у меня вот есть полностью словарик. Но для итальянского, для английского пока что еще не сделала, но может быть в том время, когда вы смотрите уже что-то, будет ли на английском какой-нибудь словарик, но не знаю, потому что 127 уроков написать на целую книгу, это непростая задача. Но если будете учить итальянский, то вы можете вот использовать и вот мои такие работы, я с удовольствием делюсь. У меня на английский и так куча разного материала, который я написала. Вот, поэтому, вот, вот таким вот образом очень хорошо пройти на продвинутый уровень. И вот благодаря вот этой книге, кстати, я сама тоже очень-очень хорошо улучшила свой уровень языка, потому что вот когда ты проходишь всю книгу, то ты столько всего учишь, столько всего. Вот люди спрашивают, там, как ты вот такой продвинутый. Просто когда люди понимают, они видят глубину твою, да, глубину твоего языка. Не просто там «чао», «каместай», «привет», «как дела», там, какие-то, да, такие вот формулы, там, просто поговорить, да. А когда вот у тебя есть глубина определенная, когда ты разные слова такие вот специфические знаешь, да, вот, то, конечно, это от того, что ты начитанный, от того, что ты много читал, много практиковал, но читал, читал, читаем книги. Так что я вам желаю прекрасного дня, прекрасного настроения, теперь вы знаете, как изучать языки, и осталось только это сделать. По чуть-чуть, по чуть-чуть, не обязательно сразу всю книгу прочитать, по чуть-чуть, здесь страничку, там страничку, там страничку, еще страничку, и таким образом вы очень сильно повысите знание своего английского, итальянского, французского, испанского, немецкого, любой язык, который вы учите, и даже родного русского языка, даже так. Поэтому я вас целую, обнимаю, и до скорых видео, до новых встреч. Bye-bye. Have fun.